Новый год не повод отдыхать для тех, кто оберегает спокойствие и порядок. Как встречают главную ночь года люди, благодаря которым население спит спокойно и может насладиться праздниками, расскажет Виталий Абрамов. Сегодня на дежурстве смена Ярослава Малюшина. Шесть спасателей. Большинство ребят семейные. Так что последние дни декабря им пришлось здорово побегать, чтобы закончить домашние дела к Новому году и заступить на смену со спокойной душой. По признаниям самих ребят, к сожалению, им не всегда удается встретить бой курантов за праздничным столом. Все равно что-то да, случится. В основном связано с пожарной техникой безопасности. Это когда уходят в гости и оставляют обогреватели, газовые горелки дома не выключают, происходит возгорание. Или машины из районов едут в город, как обычно, тоже выезжают днем и где-то на трассе ломаются, начинают замерзать. Машин мало ездить, никакой помощи нет. Приходится выезжать. Также в особом режиме в эти дни будут работать сотрудники полиции. Во всех местах массового скопления населения будут дежурить дополнительные наряды. Госавтоинспекторы также переведены в усиленный вариант несения службы. Кроме того, они задействованы для сопровождения детских автобусов. Между тем, гражданам стоит и самим предельно внимательно относиться к своей безопасности и безопасности окружающих. Не стоит забывать, что нахождение в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие алкогольной продукции и курение в общественных местах недопустимо и является административным правонарушением. Также нахождение в состоянии алкогольного опьянения увеличивает ваши шансы стать жертвой преступления. Между тем, в эти дни нужно быть особо осторожными с огнем, предупреждают пожарные. Всего на обеспечение безопасности новогодних праздников будут привлечено более 15 тысяч человек. Естественно, риск возникновения особенно техногенных пожаров учащается. Поэтому хотелось бы обратить внимание населения к правилам пожарной безопасности, к соблюдению правил пожарной безопасности в быту. Это эксплуатация печей, эксплуатация электропроводки, использование открытого огня, пиротехнических изделий. Как показывает практика, наибольшее количество возникающих пожаров в период новогодних праздников – это пожары в жилье, пожары в надворных постройках, в банях. Главную ночь года тысячи людей, спасатели, полицейские, медицинские работники будут дежурить, чтобы наш с вами праздник прошел спокойно. Так что за новогодним столом не забудьте поднять тост за тех, кто на посту. Виталий Абрамов, Юрий Осипов, Иван Семенов, НВК Саха, Якурск.